Да, приветствую, друзья. Коротко изложу очень важное, что такое человек и что такое биоробот. Биоробот – это существо или в нас, который автомат, который по заданной команде исполняет какую-то программу. И вот у нас есть этот биоробот, так называемый, который выработан тысячелетиями эволюционного развития. Ну, вы на гору пошли, дыхание стало чаще, там сердце забилось чаще. Это биоавтомат. Но в какие-то моменты человек должен научиться управлять своим биоавтоматом. А вот когда он, вот этот биоавтомат из животного мира, который управляется только командами инстинктов и рефлексов, превращается в человека. Когда у него появляется сознание и самосознание. Вот я вам сейчас приведу пару примеров интересных, и вы сами, по-моему, вы поймёте сразу, если вы уже раньше не догадались. Всё получается с вопросов. Умеющий задавать себе вопросы, он и получает ответы, и у него развивается сознание. И вот смотрите, как интересно. Сознание – это, по существу, мышление. Это возможность сопоставлять. Это возможность выбора. Это возможность воли. Да. А автоматы, он безвольный. Ему какую программу дашь, он не будет выполнять. И вот посмотрите, что происходит. Например, Райков, гипнотизёр, гипнотизировал детей и в гипнозе внушал, что они гении, и они лучше рисовали. Да. Но если в гипнозе человека спросить, о чём ты думаешь, он скажет ни о чём. То есть у него это нулевое состояние. Вот представляете? Но при этом это нулевое состояние, через него мозг готов переключаться в любую задействованность, без всяких шаблонов, страхов и авторитетов. И там возникает мгновенный приток ассоциации в этом направлении. И поэтому такое мощное воображение. Поэтому если вы возьмёте, переведёте в гипнотическое состояние, или человек сам найдёт у себя нулевое состояние с помощью ключа без всякого гипнотизёра и задаст себе команду, например, я гений рисования, у него произойдёт то же самое без всякого Райкова. Потому что у него в нулевом состоянии снимается страх, сомнение, что он сможет это или нет, возникает воображение в этом направлении. Нет комплексов, шаблонов мышления, стереотипов и так далее. Так вот, смотрите, оказывается, пользуясь этим нулевым состоянием, можно решать любые задачи в любом направлении. Если Райков внушал в гипнозе, что вы художники, а Кашпировский внушал исцеление болезни, то через ноль происходит исцеление болезни у многих людей. А, допустим, если вы внушите себе, что вы ботвинник или фишер, вы будете лучше играть в шахматы. То есть, по существу, нулевое состояние – это состояние обезволивания, это состояние автоматизма, это состояние исполнительности, это идеальный исполнитель. Биоробот у нас – это исполнитель идеальный, потому что он не сомневается. Поэтому я уже рассказывал, если за вами бежит злая собака, вам некогда там сомневаться, иначе она вам штаны оборвёт. И вы входите в транс и перепрыгиваете в высокий забор без всякой тренировки. Вот то же самое происходит в гипнозе. В гипнозе человек не сомневается. Если ему сказать «прыгай», он прыгает. Сказать ему «бегай», он бегает. Сказать ему «танцуй», он танцует. Сказать ему «пой», он поёт. Но там нет сомнений. Это включается автоматическое исполнение без всяких сомнений, потому что именно из-за сомнений у вас происходит тормоз и блокада. Получится, не получится, страх, ошибки и так далее. А тут исполнитель, идеальный. Но дело в том, что вы человек, а не робот. Но иногда нужно научиться. Когда эволюция привела вас к тому, что вы стали человеком, то надо научиться иногда, имея уже задачу, включать у себя этого робота, то есть отключать сомнения. Когда уже приняли решение, вы решение приняли, а теперь вам надо исполнить идеально. И там не должно быть сомнений. Поэтому есть стадия разработки задачи. Это когда вы сомневаетесь, анализируете, думаете. Это вы человек. И когда исполнять надо, там уже не нужно сомневаться. Там нужно уже прыгать, бегать или танцевать. То есть так, как делается идеально. Вот я вам попробовал рассказать, как нулевое состояние, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля позволяет переключаться в самые разные направления и там быть задействованным на полную катушку. Поэтому мы будем в следующий раз говорить о том, а как же это практически делать, чтобы это делать легко и быстро. И дело в том, что я буду говорить это очень аккуратно, потому что так можно манипулировать человеком. Я поэтому сказал о Райкове, о других гипнотизерах. А можно и научить его быть свободным. До встречи, друзья. Пока. Продолжение следует...